На портал Экзегет Библейский пришел вопрос, признаваться ли в измене? Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог, говорит апостол Павел. И мы знаем, что церковь, согласно учению Христову, прелюбодеяние всегда считало очень тяжким грехом. В древней церкви христианин, впавший в прелюбодеяние, отлучался на срок до семи лет от причастия тела и крови Христовых, и мог причаститься раньше только на дре смертном. Настолько этот грех понимался как тяжкий. Но у этого греха, у него есть множество разных последствий, в том числе понимание пострадавшей стороной, что доверять больше никогда нельзя полностью. Пострадавшая сторона, супруга, узнав от своего мужа о том, что он изменил, может этого не выдержать. Поэтому мне кажется, что часто так бывает, что мы не выбираем между белым и черным, а мы выбираем между большим злом и меньшим злом. Вот большее зло — это разрушить семью. Меньшее зло — это не сказать о разводе, не сказать об измене. Мне кажется, что иногда не надо говорить об измене. Повторюсь, просто жена или муж может этого не выдержать. И холод, который останется навсегда, на всю последующую жизнь между мужем и женой, он застудит и сердца детей. Уже не будет такого единства никогда. Поэтому каяться глубоко, понести покаянный труд, какую-то эпитемию, никогда больше не глядеть на сторону. Если вы муж, то все женщины для вас или в разряде матери, или в разряде сестры, или в разряде дочери. И есть только одна женщина — это ваша жена. И если вы будете отсекать эти помыслы прямо на уровне попытки войти в ваше сознание, как только вы их распознали, то тогда и грех этот будет легко преодолеть. Вы не будете пускать его в душ. Но мне кажется, что признаться в этом — это можно просто убить семью. Здесь надо каждый раз смотреть и думать, как ваш супруг или ваша супруга сможет ли это понести. Может быть, и не надо признаваться. Продолжение следует...